Полицейская под Купянском сдавала россиянам сотрудников СБУ. Ее отправили в тюрьму. Полицейская из Двуречной, Харьковская область, в прошлом году сотрудничала с РФ и во время оккупации сдавала сотрудников СБУ. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за гасизмену. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Предательница сдавала россиянам сотрудников СБУ во время оккупации ПГТ Двуречной Окупянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах. Так, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность, и, отца старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции, в так называемом, Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области. При приеме на «работу», она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО, и работников СБУ, бывшая полицейская получала зарплату в рублях. Впоследствии она заняла должность, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции пункта полиции номер один, дислокация ПГТ двуречная, в указанном незаконном правоохранительном органе, предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о происшествиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч рублей. В конце июля ей даже выдали «служебное удостоверение» сроком на один год. Но на такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года правоохранители ее задержали, сообщили в прокуратуре. Суд признал ее виновной в гасизме невосудебном заседании и она свою вину в содеянном не признала. Приговором Орджоникидзовского районного суда города Харькова от 30 ноября 2023 года женщина приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговоры для предателей в Украине. Трое боевиков из «ЛНР» и «ДНР», которые воевали под Попасной и Маринкой, в Ивано-Франковске приговорили к 15 годам тюрьмы за гасизмену. Житель Балаклеи, Харьковская область, во время оккупации города сотрудничал с оккупантами и сдавал адреса местных патриотов. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. Коллаборантка Юлия Лозанова, более известная под псевдонимом Юлия Витязева, была приговорена к 11 годам тюрьмы заочно. Пропагандистка является регулярным гостем в эфире «Соловьев Лайв». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.